МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. События дня. Две полосы для движения по комсомольскому путепроводу в центральном районе Волгограда могут быть открыты. 15 декабря начался финальный этап ремонта проезжей части объекта. В Волжском в рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве прошли обыски в офисе управляющей компании с плохой репутацией. За выходные депутат Госдумы побывал на пленуме обкома как партийный лидер в суде, как подследственный, в больнице как пациента, затем исчез как трусливый заяц. Район с репутацией очага коррупции снова оказался в центре скандала. Чиновники и депутаты Городичинской и районной думы поощрили самих себя неоправданно высокими пенсиями. Прокуратура Волгоградской области обнародовала итоги проверки пенсионных выплат бывшим сотрудникам Городичинской районной думы. Своими собственными распоряжениями они установили комфортные пенсии тем, кто проработал на муниципальных должностях более одного года. Так, помимо пенсии по старости, размер муниципальной пенсии за выслугу лет бывшего председателя Городичинской районной думы Волгоградской области при стаже в полтора года составил почти 65 тысяч рублей. Пенсию под 50 тысяч получает при стаже чуть более года и бывший заместитель председателя райдумы. Подобная сумма выплачивается и экс-председателю контрольно-счетной палаты Городичинского района, который проработал в этой должности 4 года. Прокуратура внесла в районную думу проект решения как минимум о снижении в два раза величины выплат, как максимум о сдвиге сроков обязательной отработки до 5 лет. Волгоградские врачи уверены, что на момент исчезновения из больницы состояние депутата Госдумы Николая Паршина было стабильным. Напомним, у лидера коммунистов региона в субботу вечером был диагностирован гипертонический криз. Подследственный Николай Паршин почувствовал себя нехорошо во время судебного заседания, где решался вопрос о возможном домашнем аресте депутата. Врачи скорой приняли решение о госпитализации. Пациент провел ночь в палате интенсивной терапии. В воскресенье утром он был переведен в обычную палату в кардиологическом отделении для динамического наблюдения. Мы надеялись до понедельника. Но, к сожалению, так случилось, что дежурный врач, делая обход дневной в отделении, обнаружил его отсутствие. С этого времени мы этого больного не видим, в связи с чем он, во-первых, был выписан из стационара с нарушением больничного режима. И, собственно говоря, дальнейшая его судьба нам пока неизвестна. С ходатайством о домашнем аресте депутата Паршина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, выступало следственное управление Следственного комитета России по региону. Силовики аргументировали свою позицию тем, что Паршин уже более года под разными предлогами не является на допросы. На днях депутат получил очередную повестку. Возможно, общение со следователями не входило в планы парламентария, который в субботу был на заседании пленума Сталинградского обкома КПРФ. Однако возможности в очередной раз ретироваться депутату не дали. После партийного совещания правоохранители пригласили Паршина в суд, указав, что в противном случае он в очередной раз нарушит закон. В Центральном суде Волгограда решение по вопросу ареста Паршина так и не было принято. У парламентария подскочило давление. Легче депутату стало уже на следующий день. Настолько, что он покинул медучреждение, не попрощавшись. Мы как бы вывели его в стандартный, нормальный совершенно режим показателей давления. Мы-то особо, так сказать, не переживаем о его здоровье, во всяком случае, на день его ухода. В Волжском в рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве по решению суда прошли обыски в офисе управляющей компании «Алдан», а также по месту жительства и работы директора аффилированной компании «Русстрой Девелопмент» Гасана Аруджева. Оперативники Управления экономической безопасности изъяли бухгалтерскую документацию. По версии следствия, с 2012 года у управляющей компании «Алдан» стали копиться долги перед энергетиками и поставщиками тепла. Выяснилось, что 8 миллионов рублей были перечислены в несколько подконтрольных фирм, а в ресурсоснабжающие организации средства так и не дошли. Вместо расплаты по счетам офисное помещение управляющей компании «Алдан» площадью 200 квадратных метров на улице космонавтов было продано компании «Русстрой Девелопмент». Напомним, история с незаконной деятельностью обанкротившейся управляющей компанией «Алдан» связана с именем бывшего депутата Волжской гордумы Аслана Рустамова. В июле 2013 года суд приговорил его к штрафу в 12 миллионов рублей за попытку подкупа сотрудников полиции. В частном доме в Дзержинском районе Волгограда полицейские изъяли почти 700 бутылок поддельной алкогольной продукции виски, водки, коньяка, текилы под марками известных брендов. Было установлено, что акцизные марки выполнены непроизводством предприятия «Гознак», а сама спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности. Ее потребление опасно для здоровья потребителей. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Как считают в полиции, сбыт поддельной продукции был налажен по ценам ниже рыночных. Ремонтные работы на верхнем участке Комсомольского путепровода в Центральном районе Волгограда вышли на финальные этапы и идут в соответствии с утвержденным графиком. На сегодняшний день на объекте уже практически в полном объеме выполнена гидроизоляция и завершается устройство деформационных швов. Уложен верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона на подходах к путепроводу, а с завтрашнего дня начнется укладка слоев асфальта на пролетных строениях. Я считаю, что если погода нам позволит, то есть эти благоприятные условия продолжатся, то мы в числе до 15 декабря запустим движение. Это связано с тем, что необходимо запускать движение только при выполнении полного компаса работ. То есть это не только асфальтобетон, но и устройство наружного электроосвещения, а также устройство неких удерживающих устройств. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok